Наша база будет располагаться на Ночекинском озере на левом берегу. Ночекинское озеро является нерестовым озером, и для туристов это очень интересно наблюдать за нерестом красной рыбы. У нас нерка нерестится, сейчас от весенняя рыба прошла, ждем летнюю рыбу. Когда заходит летняя нерка, у нас очень много медведей по берегу, перуют, скажем так. И туристам очень интересно наблюдать за ними с безопасного расстояния. У нас модульные конструкции, которые будут использоваться и зимой, и летом. Жилые модули 6 штук и один модуль для приема гостей. То есть у нас очень много однодневных туров проходит, и нужно необходимое место, потому что очень часто бывают и дожди, и ветреная погода, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Один модуль рассчитан на семью из четырех человек, но в принципе он получается круглый, диаметром 6 метров. Там можно разместить и больше людей. Мы сейчас пока начали только развиваться, пока начали свой проект, мы не устраиваем как гостиничный номер, а именно устраиваем как место размещения для тех, кто хочет переночевать, допустим, с утра прокатиться по озеру, посмотреть на наши красоты. Потому что вот в утреннее время, конечно, у нас более спокойно озеро себя ведет. Нет такой большой волны. Днем при вот таком расположении, потому что горный массив там как в трубе продувается, и получается вода поднимается, и не совсем как бы удачное время для посещения. А именно с утра, когда гладь озера спокойная, можно вообще прям насладиться в полной мере. Поэтому мы задумались о том, что надо действительно размещать на ночлег. Ну и в зимнее время, скажем так, когда приезжают люди на зимние прогулки, когда ездят на снегоходах, то есть тоже могут быть какие-то погодные условия, которые, ну, метеоусловия, которые их могут затормозить в этом месте. От трассы мы находимся на 13-м километре вглубь леса. Дальше у нас по этому пути, по снегоходному, проходит путь на банные источники. Мы находимся как раз на той поляне, где происходит съезд по озеру на банные источники. Эту поляну все прекрасно знают. Мы не раз там встречали зимой туристические группы. Ну и, скажем так, я вижу там большую необходимость, чтобы там была такая точка, чтобы люди могли обогреться, если вдруг попадут в пургу. Мы участок получили, уже все документы, согласованные по лесному участку, получили в 20-м году, в ноябре. Но так как это уже зимний период, мы решили, что мы начинаем в 21-м. В 21-м году, это прошлый год, мы приехали туда, начали, скажем так, первые работы. Уже выстроен санитарный модуль туалет, сухой, производство Биолан. Это Финляндия. Но сейчас из-за политических проблем закрыта возможность такие туалеты еще закупить. Но вот мы успели. Он на 200 литров. Это такая хорошая проходимость. Там получается, что разделяются фракции, и их можно использовать потом в виде удобрений. Это, в принципе, очень экологично. Мы, в принципе, настроены на то, чтобы беречь и сохранять нашу природу, чтобы людей просвещать. Потому что очень многие люди привыкли, скажем так, приехать в лес, оставить мусор, не вывезти там за собой отходы какие-то. Это все привлекает диких животных. А нам надо обеспечивать все-таки безопасность проекта. Модули современные будут. То есть зимой все будет очень хорошо просматриваться. Будем надеяться, что к нам будет хороший такой поток туристов, интерес и зимой, и летом. У нас очень много, в принципе, партнеров, которые готовы к нам привозить людей, которые уже привозят людей. И сейчас, в данный момент, мы уже начали завозить материалы для будущего кемпинга. Грантовые поддержки – это реализация очень быстрого старта. Наш проект был рассчитан на свои силы, на 9 лет. Первый проект – освоение лесов. Но сейчас я понимаю, что при том, что я выиграла этот грант, у нас будет такой хороший старт. Мы вполне уже сможем принимать в следующем году туристов, которые будут уже отдыхать с ночевой. И поэтому я считаю, что все то, что делается, все оно делается к лучшему. Конечно, мы будем и дальше развиваться, и делать новые проекты. Но хочется сказать огромное и большое спасибо нашему правительству, Солодову Владимиру Викторовичу, за то, что он все-таки поддерживает вот эту отрасль, за то, что все это развивается, за то, что нам помогают решать проблемы на административном уровне. Я всем хочу предпринимателям тоже посоветовать, обязательно участвуйте в грантовой поддержке, обязательно участвуйте в конкурсах, потому что для вас это действительно очень хорошая возможность, хорошо и красиво предоставить такие места для отдыха, развить инфраструктуру нашего края. Мы очень любим Камчатку и надеемся, что она будет только процветать.